Тверская объездная. Здесь и так стоят постоянные пробки, возникающие частично из-за узкого моста через Волгу, частично из-за наличия регулируемых перекрестков. Но такой бардак, который творился здесь в мае, можно сравнить лишь с обстановкой на некоторых пограничных переходах. Затейли ремонт этого самого моста. В итоге пробки здесь достигали 60 километров. Стоять в них приходилось до 12 часов. Виталик, ты же хотел сегодня утром машину помыть. Жалко, что не помыл. Все вокруг. Здравствуйте. Взывод 10 метров. Пусть вас стоят на богата. У меня уже шарбекки закипели. Приготовились, проложимся. Там регулируем. Ты где стояли? Откуда? Друга цена. Первый ряд. Тихоньку пошли. Чайников не пускаем. Не пускаем. Пошли. Не заходи. Дорога, чайник ставить. В Питерском поле не в одном стояли. Это 10 километров за 4 часа прошел. Вот закрыли в московское направление. Мы когда стояли, колейки горели. Кто спит, в Маспитер опускали. Сейчас вроде с Москвы поехали. Кто там регулирует. Один гаичник стоит. Я без понятия. Виталик, милиционер промок. Дай ему ботинки. Чего ему дать? Их права в Оркута. Перекватить, астать в Маспитер. Более-малее, мобильник. Пошмачусь. А пустим, перекройте. Пошмачай ботиком. Давай, давай. Продвижщик на Москову пошла. Это с Марьино на Москову. Угод Марьино на Москову пропала. Продвижщик на Москову. Считай, встали. Сколько мы прошли? Километр ЛН-5 от силы. Встали 5 часов. Я прошел. Кто в пряди, а кто и раньше встал. Кто? Километр ЛН-5 от силы. Километр ЛН-5 от силы. Вышел на мост, нет? Ты будешь рад, его заем, ты уже с ума зайдешь скоро. Выходите, вы хотите оттуда, пропускайте, елки-балкивы. Ребят, после его санта давайте звали Ада. Будьте. Спасибо. Привет. Километр ЛН-5. Да нет, что, пошел. Париков? Вот он, этот самый мост. Видно, что работы на нем в данный момент не ведутся. Частично снят старый асфальт, частично положен новый. Гритруя, да иди, я там пропускаюсь, винды, пока. Ну что, ряда, идите, я там пропускаюсь, винды покажусь. Герой, так глядом и пошел. Мы уже пока не знаем, все, блин, держим за московую. К этому времени пробки с обеих сторон достигли 40 км. Уходим, не уходим, Виталий. Виталий. Смотрите, там движение закончилось уже. Ребята, заводим, сейчас поедем. У вас в этом не идут точно под вас. От Заводского, сначала приезжаем при законе Заводский, а вот сейчас 4 часа. Собирайся. Блин, с таким движением еще часа росло, а в половине три раздается. Блин, тут на Уралов надо работать, а тут два коллеги, блядят по мосту, блядят. Там все лето они будут с одной полосы Сколько мы тут будем стоять, пацаны? Соня, задает, ребята, телефон НТВ Третье четверо Третье четверо Третье четверо Третенцом Труть дит Piet Т counting Третье четверо Третье четверое Тактиверо Третье 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 Куда не пройти, а тем более в завод. А зачем у вас постоянно тебя вообще не зрели? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, а вот субтитров А.Кулакова Ребята, надо вставать. Сейчас полтора раз спать, потом делась задвижку. Ну быстро договорился с рацией. А что без раций? Как они вы? А что, мертвый стоит? Пойду я делик и телефон тогда положу, что любляет. Она вообще дальше двигается, потому что на полный мост двигается, на пяти 100 подсчет. Понятно, что в связи с постоянным и быстрым увеличением грузопотока, Мигаловский мост испытывает предельные нагрузки, и что он нуждается в ремонте. Но гораздо больше он нуждается в замене на новый и широкий. И строить новый мост надо было уже лет 10 назад. Но и до сих пор это строительство еще не начато. К чему будет приводить такая задержка в будущем, мы увидели и испытали на себе в конце мая 2008 года. Второй этап этого бардака начался 26 мая. Словно издевательство, уже в конце колейки, всего за километр до моста, висел этот щит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понятно, что водительских нервов тут тратится на год жизни. Попробуй подергайся столько времени, а ведь еще ехать и ехать. Кому на Питер, кому на Москву, а кому и гораздо дальше. Но и экономический ущерб от такой организации ремонта, в кавычках, огромен. Тысячи сорванных сроков доставки, тонны топлива, бестолку вылетевшие в трубу. Ущерб экологии, работа десятков тысяч моторов в режиме пуск, холостой, ход, остановка. Повышенный износ техники, запчасти к которой покупаются за границей. А главное, сотни тысяч потраченных зря человека часов. Сейчас часто говорят о низкой производительности труда в России. Так кто виноват в том, что целые рабочие дни тысяч водителей потрачены в кусту? Ущерб от такой организации ремонта сопоставим с ущербом от стихийного бедствия. Как можно было допустить такое? Неужели организаторы ремонта и местные власти не знали, что для тяжелых грузовиков не существует приемлемого пути объезда этого моста? Что ни по одному из других мостов Твери не разрешено их движение? Как не разрешено оно, например, и через Торжок? Кстати, практически нигде на трассе Санкт-Петербург-Москва не было установлено никаких информационных счетов, предупреждающих о готовящемся ремонте и схемами объездов хотя бы для легковых. Я видел только один такой плакатик у Конаковского поста. При втором этапе ремонта моста колейки были немного короче, так как теперь многие водители знали о них и, правдами и неправдами, платя штрафы и раздавая взятки, прорывались в объезд через Торжок или Кимры. Продолжение следует...